Стаси Факси, удовлетворение что-то. 11 лет шел в суд, я его выиграл, все здесь написано. То есть мы показываем, как в самой безнадежной обстановке надо начинать работать, и Бог благословит, будет по-другому. Вот у меня в лагере главный лозунг, Россия должна встать. Все в этом. Как в 5 часов утра подъем, помолились, гимнастика, искупались, поработали, завтрак. И дети через один месяц их не могут узнать, а бывает 13 лет уже наркоман закончили. Все подчиненное тому, что ты ценен в очах Божьих более, чем в очах родителей. За тебя Христос умирал. Кровь Его очистила нас, мы другие. Мы счастливы, что Бог дал нам святую православную веру. Это я вам оставить хочу. Бывают люди, потерявшие сейчас, с места их сдернули, Чечня, прочее. Я даже не знал, что в Чечне где-то 78% было русских, сегодня 1%. Эти люди, они не знают куда. Да, вот, где у нас поселяется, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Мы получили 17 тысяч сел в России исчезло. Мы получили статус, первым делом храм, далее школа государственная. Все за свой счет. Вот в этом вся ценность. Мы ни в какие фонды взаймы нигде не лезем. Скотина, своя земля, комбайны. Конечно, труд громадный. Ну а как по-другому Россия строилась? Хабаровым, Ермакам, никто впереди города не строил. И все книги, они об одном. Как в этой жизни научиться жить и в бедности, без ропота, без скандалов. Я верующий смотрю с другой стороны. Ни Гитлер, ни Сталин не родились бы, будь мы другими. Его не ругать надо, за него помолиться. Его жизнь заканчивается. Ну я буду ругать, что от этого изменится-то? Ему отмевено было. То, что он мог, то он сделал. Хорошо или плохо, это уже на той стороне. А вот она, она стали говорить, а мне сразу. А вот из-за Раисы Максимовны мы на пару заехали. А вот там кто-то болел. Позвольте, сегодняшний день уже не вчера. Она уже ушла на суд Божий. Ну давайте забудем это все. Начнем жить для Бога. Господи, прости несогрешение мое. И, как и мы, прощаем согрешение. Ну как ты не прощаешь? Как тебе-то Бог простит-то? Ты за собой ничего не знаешь? Мы едем, вот заехать, мы млачуем-то эти там лесополоса, чтобы ближе к городу быть следующему. Все как одна свалка идет. Нам что? Путина-то будет чистить. Мы были сейчас в Германии, проехали в Венгрию, Румынию. Порошенки нету. Ну и умеют люди жить по-другому. Конечно, я не приспособлен к такой жизни какую-нибудь. Потому что никуда не заехать, везде оградовую. В любом месте, ну 50 метров захламлено, дальше-то чистое. Я в озере выкупался. А там все кому-то принадлежит, не смей, не трожь. А мы здесь собрали сучки, приготовили ужин. Мы русские. У нас так много всего есть. И как мы можем этим поделиться. Вот это вот мы даем здесь. Вот зайдете. Вот это наш сайт. 50 книг, а вот я мной насчитано на нем. Что? Это Библия. Архипелаг Гулаг. Златоун 12 томов. Жития святых 12 томов. Добротолюбие. Это все наши сокровища. Вот об этом книге. Так, где вам расписали, что у нас есть? Так, надо подписать, какой край, ну и там остальное. Расписать, расшифровать фамилию и печать. Мы сразу просим всех. А сколько в вашей деревне населения? Сколько человек живет? Я сейчас не знаю, сколько там. Да, около 30. Да. 30 семей или человек? Человек. Человек. Когда наход, вот назовете на сайт, вот на сайт.